Скажите, пожалуйста, а вот ваше произведение. Сначала вы придумываете, что это будет, или вот что-то получится, а потом вы название им даёте? Пора бывает, и придумываю, и сразу название уже есть. Но иногда название получают произведение после того, как я сделаю. Во всяком случае, когда я делаю, я думаю, что делаю. Мы просто куда привыкли, то есть есть ряд вещей, которые одной темой, может быть, одной связанной. Соответственно, у меня вообще всё произошло. То есть получается, что... Нет, ну, понятие творчества, конечно, невозможно её понять, потому что есть, нет, а так всё равно всё продолжается. А если всё-таки второй вариант тоже имеет место быть, значит, вы что-то задумали одно, и в процессе творчества вдруг увидели, что это совсем другой образ? Это, знаете, у меня вот, когда я делал роботу из стекла, то есть брал, по сути, делал посуду, и использовал это, у меня, по счёту деформации, там были композиции, которые как бы импровизационные, то есть, по сути, я ставлю печь, печь создаёт определённую деформацию, и что-то дополнительную деформацию, и я уже, такая игра происходит международным человеком и художником, то есть, я вот опять ставлю печь, опять что-то, ну, примет на шведанскую, и что-то дополнительное, то есть вот такая вот. Бывает, допустим, такой вход керамиды, то есть, когда дыхается из, допустим, глазури, безровные какие-то вещи, вот много у нас музыки делаешь, можно что-то дополнить, что-то играть, что-то, у нас композиционно, ну, такая происходит игра, игра, то есть художник играет. И, видимо, поэтому наши самые такие необычные художники, да, Дали и Пикассо, они в конце своего пути все обращались к керамике. Здесь, видите, в керамике очень много такой потолки. То есть, есть как бы приёмы химические и технологические, которые знают автор, и которые они могут получиться в процессе работы совершенно, вот так вот, потому что он импровизирует, добавляет мазурию, и там есть такой момент, что может быть что-то такое появится, то, что он в других работает. Но это приёмочное воспоминание. Как бы, есть материалы, которые ясны, понятно, что есть, ну, как я уже говорил, что вот художник начинает работать с облём, и здесь опровизировать. Здесь могут быть разные моменты, то есть технические, ну... И это гораздо интереснее художнику, да? Ну, по молодости, здесь видите, в чём дело. Когда по молодости этим занимаюсь, есть, как бы, процент, процент неудачи большой. То есть, может вещь получиться, может не получиться. Хотя, когда учился, допустим, строго на керамике, нам о подогоде говорили, как пирамиды. Пирамиды, таких вещей нет, и вы. То есть, вещи могут быть только не сделаны. То есть, можно опять обжигать, опять делать разные варианты, использовать эластури, и это может вообще быть бесконечным таким процессом. Но понятно, что с возрастом не хочется, как бы, хочется более стабильности. Вот этот процесс, он не стабильный. Когда, так вот, с плохими имеешь дело. То есть, удача может быть, может быть, и удача. С возрастом, то есть опыт, и хочется, чтобы я делал, как я вот тебя задумал, так и должно быть. С опытом всё больше удач, и меньше неудач. Спасибо большое. Спасибо.